Добрый день! И как всегда мы говорим о нашем городском хозяйстве и все, что с ним связано. Пережив достаточно серьезную стихию, хотелось бы поделиться и нашими наблюдениями, и те вопросы, которые в основном возникали у жителей нашего города. Я уже говорил о том, что в первую очередь мы убирали магистральные улицы. Основные это пешеходные части, автобусные остановки и так далее. То есть все те улицы, места, которые необходимы для нормальной, полноценной жизни города. Но зачастую возникали, особенно в социальных сетях, жалобы о том, что вот в наш двор не зашли дворники вовремя, либо не зашли вообще, а вот у нас под домом не было убрано вовремя, что касается снега, либо не были посыпаны дорожки и так далее. Хотелось бы отметить, что зачастую жители нашего города это помнят и руководствуются тем, что еще те же КСы когда-то были безальтернативные. И в принципе все, что в городе делалось касательно уборки и санитарного состояния, это делали ЖКСы. Сейчас ситуация немного изменилась. То есть сейчас на рынке есть несколько фонд собственности. Это компания фонд собственности, это коммунальная управляющая компания, так и частные, а также дома ОСМД. Коммунальные это ЖКСы, частные это частные компании управляющие и дома ОСМД это отдельно взятые дома, которые по сути сами себя обслуживают. Ну и есть безусловно частный сектор, с ним более-менее все понятно. Так вот, еще раз хотелось бы сказать, либо напомнить о том, что КП ЖКСы, несмотря на то, что это коммунальная форма собственности, это такая же управляющая компания, как и любая частная. Единственным источником дохода, который является, это те деньги, которые они получают от жителей домов, которые обслуживают. Точно такой источник финансирования и у частной управляющей компании, и у ОСМД. Поэтому те дворники, которые убирают возле домов от КП ЖКС, там тоже не все идеально на самом деле, но те дворники не должны идти и убирать возле домов ОСМД, либо в частных управляющих компаниях. И безусловно, когда стихия, когда снег, когда нештатная ситуация в городе, безусловно, мы подстраховываем эти дома, которые обслуживают частные компании. И дворниками, и остальными, это КП, такими как Горзелентрес, городские дороги и Горсвет. Но все же, если дом в управлении ОСМД, либо у управляющей компании, то уборку возле этого дома, уборку и вывоз снега, это просыпать дорожки, должны дворники, которые получают зарплату в этих компаниях. И если вы замечаете, что у вас под домом вовремя не убрано, это не значит, что это не сделал город, это не сделали дворники, либо сотрудники вашей частной управляющей компании, либо ОСМД. Безусловно, сообщайте нам о таких моментах, я говорю жителям города, мы тоже будем стараться на это реагировать и принимать должные меры. И общайтесь с руководителями ваших управляющих компаний о том, чтобы наладить должным образом эту работу. Ну и безусловно, что касается домов в ЖКС, если не вовремя что-либо делается, тоже сообщайте, мы на это реагируем максимально быстро. Также хотелось бы отметить и эту работу 1501, наша это коммунальная скорая помощь. Есть тоже обращение о том, что почему эта компания не обслуживает дома ОСМД, если она финансируется нашими это коммунальными ЖКСами. Так, собственно, по тому же, что я говорил перед этим. Потому что ЖКС рассчитывается с колл-центром и с аварийкой, деньгами, которые они получают от жителей домов, которые, собственно, и обслуживают. Соответственно, этот колл-центр и эта аварийная служба работает на содержание этих домов. Домов ЖКС. Но любая частная управляющая компания, либо любой дом ОСМД, руководитель этого ОСМД, может также заключить договор, либо с этой аварийной службы, либо с любой, какой им больше подходит, с этим колл-центром, либо любым иным колл-центром, если такая необходимость и желание есть. И будут это получать ту же самую услугу за те же самые деньги, что получают жители домов ЖКС. Безусловно, к этой теме мы еще будем возвращаться и не раз. Но хотелось бы все-таки в очередной раз отметить, что сейчас существует это рыночное отношение. И в этих отношениях есть несколько форм собственности. И согласно нашему антимонопольному законодательству, они все на этом рынке работают в одинаковых условиях. Отдельно бы хотелось коснуться этой темы бизнеса. Это магазины, торговые точки и так далее. Возле этих торговых точек, магазинов, парикмахерских, еще каких-то офисов, бизнес-центров и так далее, также должны убирать люди, которым оплачивает их эту работу, именно этот бизнес. Туда не пойдут дворники ЖКС, потому что не они должны обслуживать эту территорию. Люди, которые ходят в магазин, должны получить нормальный полноценный доступ к этому магазину, а обеспечить этот доступ должны, собственно, руководители этого магазина. На этом, наверное, все. Как всегда, через неделю говорим о самых наболевших темах нашего городского хозяйства. Видимся через неделю. До свидания.